Вообще в нашем современном обществе оно вообще стирается. Ну то есть если понятие мужчины как-то еще можно понять, кто такой мужчина, то в современном обществе женщина очень трудно определяема, кто такая женщина, вообще трудно понять. Потому что сама природа женщины начинает стираться. То есть женщина выполняет мужские функции часто, она приобретает мужской характер из-за отсутствия правильного воспитания. Сейчас объясню почему. Потому что мужчина в принципе сам себя может воспитать. В этом нет проблем мужчины, потому что он учится на ошибках. Женщина же не учится на ошибках, ошибки приводят ее к травме психической. Она боится идти в ту сторону, где она ошиблась, ей тяжело там накопиться. Поэтому в древней культуре очень большое внимание в обществе уделялось образованию женщин. Например, даже в 19 веке существовали женские гимназии, институт благородных девиц и так далее. Это необходимо было для того, чтобы женщина получила квалификацию быть самим собой. Потому что проблема в основном у людей заключается в том, что они до 25-30 лет просто пытаются понять, как им жить в этом мире. Не то, чтобы жить нормально, а просто даже не понимают толком, как им жить. Потому что нет образования о жизни. То есть у нас есть образование о математике, физике, бухгалтерии, менеджменту, юриспунденции и так далее. Но как жить? Нет образования. В школе нас не учат, как жить. Вот тут такая женщина, мы не знаем в школе, не изучаем это. Это большая проблема. Но у женщин есть удивительная склонность слушать и меняться. Женщина очень сильно квалифицирована, очень хорошо ориентируется в той сфере, которую она понимает. В той сфере же, которую она не понимает, она старается вообще туда не суваться. Психика женщины таким образом сильно нацелена на образование и способность ориентироваться там, где она знает. Поэтому у женщины есть сильная способность слушать, особенно если знание откликается в ее сердце. Она ушки сразу так вот, как антенки, и все впитывает в себя. И сразу начинает тут же применять это, пробовать в жизни и менять свою жизнь. Я по своим лекциям написал диссертацию кандидатскую. И в этой диссертации интересные моменты есть. Там есть такая статистика, что на лекции приходит в три раза больше женщин. И они в два раза быстрее меняются в результате лекции. То есть, всего на лекции приходило 70, я точно уже сейчас не помню, 71% женщин и 29% мужчин. И женщины, те 71%, они свою жизнь изменили в два раза быстрее, чем те 21% мужчин. Конечно, я писал диссертацию на основании жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Мы там проводили статистику. Но здесь не сильно все отличается. В целом все везде одинаково. То есть, женщины склонны слушаться, слушать и менять свою жизнь очень быстро в результате знания. То есть, женщинам очень сильно нужно знание в жизни. Им не хватает того, чтобы дало им возможность понять, как им жить. Им нужно разобраться во всем. Так как в нашем обществе не учат, поэтому женщины, они просто принимают тот стиль жизни, который преподается. А если взять, допустим, какое образование мы получаем в школе? Взять это образование. В основном оно предназначено для деятельности человека, для социальной деятельности. Вот начать начинаем с самого первого класса. Математика, физика, химия, биология нужна в семейных отношениях, нет? Она нужна для того, чтобы работать. Ну, то есть, это нужно все для социальной деятельности. Кто-то станет историком, кто-то биологом, кто-то математиком. И с первого класса это неизвестно. Но людям дают общее образование, ничего общего не имеющее с семейной жизнью. Но если говорить о женской психике, то 70% женщины счастья получают от личной жизни и только 30% от общественной деятельности. Если женщина не понимает, как в семье получать счастье, она не может быть полноценно развитой. Даже гормональные функции в ней работают ненормально в организме. Потому что гормональные функции связаны, мы вчера говорили с этим каналом, и Донади, женским каналом психическим, с левой стороны в организме. А он функционирует только в близких отношениях. Когда женщина очень близко может относиться к мужу, к детям, и она должна вкладывать в это силы. Если женщина целыми днями на работе, ей некогда вкладывать силы в близкие отношения с детьми, с мужем. Она к ним не может приблизиться, потому что над этим надо трудиться. Отношения всегда отдаляются в семье постоянно. Не трудишься, они дальше становятся. Нужен вклад в силы. А силы означает меньше работать. Но все женщины, большинство женщин в нашем обществе выучены так, что если я не буду обеспечена к моменту женитьбы, то это значит, что я не имею защиты в жизни. То есть женщина защищается не своим благочестием, не своей опытностью, не своим пониманием жизни, которое дает ей хорошего мужа. Не своей верностью женщина защищена, а своим образованием и своей работой. То есть она считает, что у меня работа есть, у меня есть деньги, есть квартира, машина, все, я нормально, я защищена. Потому что на мужа полагаться бессмысленно. Сегодня есть, завтра нет. С этой точки зрения, в принципе, доля правды есть. Но эта доля правды, она дает другой крен, другую проблему. То, что смотрите, если взять, допустим, как создается брак. Есть две категории женщин. Одни из них опытны в личной жизни, другие опытны в делах. Ну то есть у одних энергия идет с правой стороны, и они приобретают мужские качества. Такие женщины становятся очень независимыми, опытными в делах, социально развитыми. То есть они в социуме ведут себя, как рыба в воде. Все всю свою женскую энергию направляют на общественную жизнь. Они дома попроще ходят, на улице красятся. То есть ведут себя таким образом, что пытаются добиться успеха на работе, и все свои силы отдают туда. Как вы думаете, такой женщине какой муж достанется? Да, муж, который будет сидеть дома, готовить пищу. Когда она к нему домой будет приходить, он будет говорить, «Ой, как хорошо, что ты пришла, я так тебя ждал». А как же Маргарет Тэтчер? Что Маргарет Тэтчер? Она умерла. Давайте с вами. Знаете, это следующий вопрос. Следующий вопрос. Давайте сначала АБВГД, азбуку, научимся изучать. А потом пойдем уже дальше. Потому что у нас была одна передача в Москве, там такая идея была, то есть там был ринг, то есть с одной стороны люди говорят сначала жениться, потом учиться, а другие говорят сначала учиться, потом жениться. И мы были экспертами, несколько экспертов. И вот среди экспертов была одна женщина, она возглавляла, тогда сейчас уже не знаю, комитет многодетных матерей России. Ну такая очень известная женщина, развитая, она рассказывала, что я точно усвоила в своей жизни, что сначала женщина должна очень утвердиться, стать сильной в личной жизни. Она должна решить свои вопросы личной жизни. Когда женщина решает вопросы личной жизни, у нее энергия начинает зашкаливать, у нее много сил. И если она все в личной жизни хорошо, крепко сидит, у нее нормально все с детьми, с мужем, тогда уже она может развиваться социально в социуме, потому что женщина – это природно очень сильный общественный деятель. У женщины природно, у женщины есть политичность уже с самого начала. Она – хороший политик, любая женщина, знает, как решать вопросы. Она способна строить быстрые отношения и так далее. Поэтому женщине несложно стать лидером в обществе. Но есть два типа лидеров женщин. Одни из них – одиночки и несчастные. И они не показывают хорошего примера в жизни. Обычно они, наоборот, портят жизнь всем. Вот, например, в мультфильме про Карлсона была такая «Фрэккенбок», помните? «Домомучительница». Вот это не похоже на такую смиренную, покладистую жену. Видно, что характер такой буйный. И она приходила, вроде бы она хотела мальчика воспитывать, а получилось, что мальчик воспитывал ее. Ну, то есть, женщина должна быть женщиной, понимаете? То есть, это очень сложно объяснить. То есть, но надо объяснять все равно, иначе жизни счастливой не будет. Итак, начнем с того, что… Вы меня сейчас уже не перебивайте, хорошо? Начнем с того, я просто азбуку рассказываю. Начнем с того, что первое, что надо понять, что сила женщины не в том, что кажется. Некоторые женщины думают, что я сильная, означает, что я могу любому как бы на уши наступить, могу как бы любого под себя подмять, любому что хочешь сказать, что я как бы крутая, всех локтями раздвигаю. Это не сила женщины. Сила женщины, спасибо за подтверждение, сила женщины заключается в способности прощать, способности терпеть, способности принять. Это тоже сила. Но эта сила привлекает каких мужчин? Развитых, крепких, мужественных. Вот представьте мужчина, уважающий себя мужчина, он возьмет замуж женщину, которая на него вот так вот понты наводит. Да зачем ему такая нужна? Если полно смиренных, хороших как бы девушек, зачем ему вот эту вот пантеру себе брать? Развитый мужчина берет смиренную девушку себе, сильный характером, сильный мужчина берет смиренную девушку. Но есть мужчины, которые нуждаются не в жене, скорее в матери. Ну то есть они, ну вот допустим, любовь это же корыстная штука между мужчиной и женщиной. И мужчина думает, блин, классная девушка, красивая, плюс. Квартира, машина и хорошее положение в обществе. Все есть. Он думает, я с ней буду жить очень хорошо, очень комфортно. А эти мужчины обычно недоразвитые. То есть у них нет сил и воли самим как бы развиваться в обществе. Им надо какую-то создать себе комфортную среду в жизни. И он находит себе мамочку, которая может быть старше его по возрасту даже. И она уже как бы не смогла с кем-то жить, уже развелась и находит себе мальчика лет на 10 младше. А потом мальчик с ней живет, и он же мужчиной становится со временем. Когда он становится мужчиной, то дальше что происходит? Да, ему хочется уже девушку какую-то молодую, смиренную все найти. Зачем ему жить с пантерой? И он бросает ее просто и все. Я вам рассказываю то, что я много-много раз встречал в жизни, и то, что это моя теория какая-то. Причем интересно знать, что женщина, она может быстро поменяться, если она поймет, кто она такая. Часто женщины просто не понимают, как им жить в обществе, в чем их преимущество заключается. Они не понимают своей победы. Допустим, некоторые женщины говорят, а как я буду, я руководительница в коллективе, как я буду управлять коллективом, если я буду как женщина себя вести? Так если ты будешь как женщина себя вести, ты будешь в пять раз легче, без всякого напряга управлять коллективом, и ты будешь вот так вот всех вот строить по подоконникам, без проблем. Потому что женщине не надо напрягаться, чтобы всех строить. У женщины в природе заложена способность спокойно решать все вопросы с помощью дипломатии. Дипломатия это еще большая сила, чем директивное такое управление. Более эффективная сила управления это дипломатия. Директивно, когда ты на кого-то влияешь, всегда идет отпор. Война начинается. Но женщина, как мать, может себя вести. Она может, допустим, сказать, Василий Иванович, пожалуйста, сделайте то-то, то-то. Если не сделайте, то нам придется вас уволить. И она вообще без напряга ему так нежно, очень по-доброму говорит. И она его не будет увольнять. Увольнять будут ее помощники. Придут два таких здоровых парня и скажут, ты чего нашу Мариабану не слушаешь? И все, и в воле. Теперь надо напрягаться, чтобы женщина... Женщина должна напрягаться, чтобы муж мужем даже управлять. Женщине надо напрягаться, чтобы муж у ней был как шелковый. Вообще не надо. Надо просто понять принцип. А принцип такой. Если на мужчину давить, то он становится петухом. Понимаете, у мужчины есть две функции основные в отношении. Первая функция — он жертвует себя. Вторая функция — сражается за свое достоинство. Вот если на мужчину, допустим, женщина начинает наезжать, давить, что происходит? У него включается петух. Петух означает драться до последнего. За свое достоинство, понимаете? Он не может дальше уступать, просто в принципе. Он будет долбать до последнего жену. И так как ее долбать невозможно, потому что психика у женщины в шесть раз сильнее мужской. Вот сейчас приведу пример спора между мужчиной и женщиной. Мужчина говорит, «Ты сейчас сказала! Дура такая!» На нее кричит такой со всей силы, уже из последних сил психических. Она на него смотрит такая. Сам дурак. Вообще не напрягается. И что дальше? И в общем, он уже все, она... «Хватит орать!» И когда она говорит, ее слова проникают в самое сердце ему. А его слова в ее сердце не проникают. Женщины сердце защищено. У нее эмоции очень сильные. А у мужчины там дырка в эмоциональном центре в отношении к женой. Поэтому у нее какой вариант остается? И пошел драться. Потому что нет вариантов больше. Он психически не может быть сильнее. Но ему надо быть сильнее женщины. Она не уступает. Если женщина не уступает, что с мужчиной? У нее два варианта. Или сломаться и стать слабаком. Или бить. Что вы смеете? Я серьезно говорю. Так работает психика у мужчин. Причем он потом сам не понимает, зачем он это сделал. Потому что если женщина сопротивляется мужчине, то у него съезжает крыша. Он реально в какой-то момент уже не понимает, что происходит. Потому что ее психика сильнее. И в какой-то момент его психика начинает выключаться. Она выключается, и он начинает просто избивать жену. И при этом он не соображает, что делать. Он потом ему даже больнее будет, чем ей. Когда женщину бьют, у нее включается защитный механизм. Она перестает соображать, что происходит. Боль не чувствует. Просто царапается и все. А мужчина потом будет очень сильно чувствовать боль. Он реально будет чувствовать, что он сделал что-то непоправимое, ужасное в жизни. Будет страдать страшно, если он нормальный человек. А если нормальный, да. А если ненормальный, то надо просто жить отдельно от такого человека. То есть идея в чем заключается? В том, что в целом надо просто понять, как женщине себя вести. Потому что я вам вот этот механизм бросаться на мужчину как бы обрезал сейчас. И кажется, а что тогда делать? Нет идеи, да, женщина? Нет идеи. Что делать тогда с ним? У мужчины есть другая функция. Если женщина хотя бы капельку смирения проявляет в отношении, то он становится очень благородным. Любой мужчина становится очень благородным. По факту, чтобы у мужчины выманить деньги все, всю зарплату, чтобы он согласился на все, что угодно, не надо сильно напрягаться. Вчера после лекции одна девушка ко мне подошла и как бы говорит, Олег Геннадьевич работает. Она мне рассказала свою историю, как она просто чуть поплакала. И муж ей разрешил пойти и купить себе, что она хотела в магазине. Ну то есть просто все решается. У мужчины очень щедрое сердце. Он все готов отдать, если он увидит любовь, энергию любви у женщины. Потому что вот здесь у нее нет защиты никакой. Поэтому женщина, она должна управлять ситуацией с помощью мягкого, уступчивого подхода. У женщины, смотрите, снаружи психика очень мягкая и покладистая. Вот как себя женщина на работе приведет. Она приходит и со всеми там жиг-жиг договорилась. Ей сложно это делать? Нет? У нее психика очень подвижная. Вот женщина даже другой язык учит. Она его так учит быстро. И она говорит там на английском, как у себя дома. Мужчина, он все время там, он там, Сенька бери мяч, да? Сенька бери мяч. Сенька бери мяч всегда. Почему? Потому что у него, ну, не перестраивается психически на другой язык. Женщина легко перестраивается. То есть она очень легко ориентируется. Ну, нет, речь уже сразу же становится английской. Почему? Потому что она, у нее психика приспосабливаемая, очень сильно меняющаяся. Она попала в какой-то коллектив раз, прошла неделя, она там уже как рыба в воде. Она знает, как с кем говорить, как себя вести. У нее нет проблем, нет напряжения в этом совсем никакого. Почему бы не применить тот же самый механизм дома? Да. Это очень простая система. Для этого нужно понять сначала, понять, зачем это надо, потому что работает совсем другая система. Как нас воспитали, как женщину воспитали, как она видела в жизни, так неосознанно она себя ведет. Что она у ней нарисовалась в картинке, так неосознанно она себя ведет. Это не то, что нужно. Нужно усвоить, пропитаться другим. Женщине очень важно, особенно у нее нет качеств правильных поведений, если в семье. Она должна общаться с женщиной, у которой все хорошо дома. Надо найти себе подружку, у которой все хорошо дома. Надо смотреть, как она ведет себя с мужем, как разговаривает с ним, как решает вопросы. Когда женщина пропитывается вот этим настроением, она легко решает все проблемы. Потому что по факту семейной жизнью управляет жена. Мужчина не может управлять отношениями, он в них не ориентируется. У него инфантильная природа в плане отношений, он не может подстроиться под отношения. Кроме того, ему очень трудно даже понять женский характер. Женщина сама должна показывать ему свой характер, чтобы он его понял. она сама должна его учить отношениям с собой, женщина. Должна обучать мужчину, как ему себя вести с ней. Как разговаривать, как что делать. И он легко усваивает это постепенно, со временем. Итак, смотрите, техника очень простая. Внимательно пытайтесь это прочувствовать. что внутри женщина, как камень, очень твердый, а снаружи мягкая. Мужчина, наоборот, снаружи мягкий, внутри снаружи твердый, такой неприступный, кажется, а внутри у него психика очень податливая. Таким образом, что нужно сделать? Нужно вот этот наружный психический цилиндр, вот этот каркас твердости мужчины каким-то образом преодолеть. И тогда из него можно вить веревки. Надо вот этот каркас твердости преодолеть. Есть такая борьба, называется айкидо. Когда человек пытается ударить, то тот, кто занимается айкидо, он использует силу удара для того, чтобы против противника. Это непобедимая борьба. Мастера айкидо, они вообще ничего не делают, просто стоят, все. Противник только начинает бой, то есть он только двинулся и сразу падает. Почему? Потому что тот просто делает такое движение, которое бы усилило его того движения, тот теряет равновесие и падает просто, и все. И бороться не надо с ним сражаться. И они по этому ничего не делают, не надо ничего делать. Женщине надо уступить сначала. Вот всегда тактика такая, мужчина начинает давить, надо дальше что сделать? Сразу же. Уступить. Причем интересно, что все мужчины, когда об этом слушают, тоже согласны. Вот если взять мужчину спросить, согласен ли ты, что женщина как бы будет уступать тебе, если ты будешь что-то требовать, но потом все равно получится так, как она хочет. все мужчины согласны. Что им главное, чтобы их не мучили. Главное, чтобы их принципы не пытались как бы нарушать. Если мужчина говорит, все, хватит деньги тратить, будем копить. Что надо сказать? Согласна. Потом женщина подходит, очень мягко говорит, нужно распашонки купить ребенку. Ну мы же решили копить. Ну да, мы копим, но это необходимая вещь. Раз деньги на распашонки. Потом точно так же одеколон, там духи французские, да, там еще что-то. И тоже необходимые вещи, все, раз деньги кончились. Но мы копили, мы старались, понимаете. Мы старались, но вот так получилось, что кончились. Вот и мужчина нормально к этому относится. Главное, что у нас принцип вот этот, мы идем в сторону накопления денег, чтобы машину купить. У нас такая цель. Но пока не получается. вот, и все нормально, все счастливы. Мужчина поставил цель, мы к ней идем, как можем. Женщине не нужна цель, женщине нужно, чтобы ее желания удовлетворялись в жизни. А для этого нужно иметь уступчивый подход. И это очень трудно. Это шаг в пропасть для женщины, потому что женщины, многие, конкурируют с мужчинами. Они хотят с ними соревноваться. Вот мужчина, допустим, делает крутой вид, женщина рядом с ним тоже крутой вид делает. Зачем? Чтобы не уступить. Не дай бог, чтобы он не был сильнее меня. Женщина просто не понимает, что он в принципе не может быть сильнее. Вся его сила направлена на общество. Он там сильный. Он в семье не может быть сильным. У него в личных отношениях нет силы у мужчины. Он там слабый. У него вся энергия идет в общественные отношения. Понимаете? Он не может быть сильным в личных отношениях мужчина. Его не надо бояться. Но когда мужчина в личных отношениях очень слабый. Разок к президенту Америки зашел, секретарь смотрит, президент Америки на корячках ползает. и на шее у него сидит внучок. И он такой и в это время секретарь им как бы им подает бумагу говорит подпишите пожалуйста тот не подписан три недели чё только не вытворял никак не мог подписать он подписывает расходу ее эту бумагу потому что в это время он не президент понимаете он личных отношениях очень слабый мур быстро можно что-то объяснить доказать он раз все подписал сразу мать о чем я говорю или нет мужчина в личных отношениях не имеет силы но если вы строите с ним не личные отношения вы если вы пошли на принцип вот тогда проявляется его сила если вы пошли на принцип рядом с ним вот тогда он уже вам не будет никогда уступать потому что принципы мужчины сильнее чем у женщин в сердце у женщины сильнее принципы но в отношениях поведение мужчина если пошел на принцип с ним уже ничего не сделаешь все это будет жесть поэтому женщина никогда в принципиальных вопросах с мужчиной не спорит мужчина говорит переезжаем в новую квартиру хорошо потом дальше села поплакала чуть плачем не здесь очень нравится я хочу здесь оставаться в этой квартире ну хорошо будем здесь покажите это пока можете злиться много лет главное направление взять на новую квартиру ну то есть идея в чем заключается в том что этот уступчивый подход это понимание психики мужчины целом просто понимание что он только крепкий и неприступный только снаружи а внутри он очень мягкий покладистый мужчина меняется кардинальным образом вот если женщина с мужчиной живет допустим 7-8 лет то она замечает что за 8 лет он очень сильно изменился но женщина не меняется не на грамм и поэтому всегда мужчина в конечном счете подстраивается под женщину сначала как семья создается женщина подстраивается под мужчину она должна принять условия жизни мужа и должна принять характер мужа женщина тогда гармония возникает себе сразу она приспособилась его характеру условия жизни его приняла нам денег хватает столько сколько ты зарабатываешь я согласна с твоим характером у тебя вот такой характер все я согласна с этим все дальше что происходит постепенно все становится так как она хочет семейной жизни потому что он будет всегда уступать если она его любит любит означает приняла условия жизни приняла характер значит любит и еще есть одно любит одно понятие очень тонкая если я считаю женщина считает что она могла бы себе и получше найти то он будет гулять потому что вот понимаете из женской психики вся атмосфера в семье соткана и ее настроение оно во всех отражено женщина обладает огромной силой влияния женщина соткана только из одного влияния мужчина соткан из поступков женщина соткана из влияния поэтому женщине нужно совершать поступки женщина знакомится с мужчиной нет она знакомится теперь у меня другой вопрос а с ней может познакомиться тот кого она не хочет видите все очень просто то есть женщина соткана из влияния если она хочет познакомиться с кем-то дальше рыбка сама идет крючку женщине только надо закут закинуть удочку понимаете она просто рыбачь если рыбка большая как большую рыбку ловит ну серьезный человек такой большая рыбка как и ловит большую рыбку надо знать технику техника такая большая рыбка она же очень серьезная то есть она проглотила крючок не надо ее тянуть на дате и возможность плыть куда она хочет и потихоньку как бы натягивать леску мы не будем жить вместе будем ну хорошо и так встречаемся дальше мы не будем расписываться хорошо хорошо встречаемся дальше и затягиваем рыбку а как затягиваем любовью но в этом не на при этом не надо ложиться в постель это значит что рыбка вас уже затянет перетянула то вы уже под попадете в реку результате сами попадете в реку не то что вы и вытяните в реку попадете мужчина если в постель лег женщина и она ему уже не нужно все достиг своего женщина после постели сильно привязывается к мужчине мужчина остывает по отношению к женщине она ему не интересно уже становится ему нужна другая уже поэтому женщина должна держаться на дистанции и подтягивать себе мужчину потихоньку своим своей привлекательностью улыбками нежными взглядами речью беседой когда он совсем уже подплыл близко надо иметь сачок всегда рядом сачком так оп и он уже там а сачок это хвататься за слово допустим мужчина говорит а может быть и распишемся она такая посмотрела на него что значит можем ну да распишемся все а дальше что надо ему говорить слушай ты же говорил что распишемся почему до сих пор не подал заявление все поймала мужчина не может отказаться от своего слова должен выдержать все мужчины ничего не слышали я для женщин все рассказывать свете женщина а все получается как она хочет конечно не надо беспокоиться на счет но внешне женщина всегда уступает непонятно кому непонятно поднимите руку все понятно движемся дальше хорошо следующее качество женщины что она должна в себе развивать это открывать сердце мужу дело в том что мужчина если открывает свое сердце постоянно приходит и на уши садится жене про поводу там коллектива там и все начинает ей вот это все вешать это никому не интересно от этого женщина просто устает слушать все это безобразие мужчина должен быть пульки молчаливым в семье он должен молчаливым быть и ответственным когда мужчина слишком много болтает о том какие у нее трудности женщина разочаровывается в нем мужчины не должно быть трудностей жена спрашивает муж как у тебя дела у меня все хорошо и это очень нравится когда у него все хорошо всегда даже если у нее трудности все равно все пришел весь синякат такой весь победа как дела все хорошо такой мужчина всегда нравится никогда не нравится женщина вот спокойно все хорошо как бы морда красная веслом по башке дали ничего страшного все хорошо вот ну то значит хороший мужик такой крепкий надежный но понимаете от того что мужчина молчаливый от этого близких отношений не становится отношения близкими не становится они близкими становятся от того что женщина семье открывает сердце открывает сердце это не значит она рассказывает как она сексом развивала занималась с теми мужчинами которые были у ней до брака надо это рассказывать мужу это не помогает что это разрушает семейную жизнь такие откровения откровение это означает открытие сердце по поводу наших отношений. Почему-то я на тебя до сих пор обижена за вчерашнее. Или там, я вот чувствую, что ты у меня очень талантливый человек. Ну то есть открытие сердца может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус, но оно должно происходить по-доброму. Когда женщина открывает сердце, между мужем и женой завязываются какие отношения? Верные. Верные отношения. Потому что верность — это качество женщины, а не мужчины. Если женщина чуть-чуть сомневается в мужчине, она думает, я, наверное, немножко не того выбрала себе в жизни, не из-за того вышла замуж, могла себе получше найти. Как определить, что она сомневается? Она не открывает сердце. Она с ним замкнута, закрыта, такая женщина. Это значит, что она до конца свой выбор не сделала. У нее есть сомнения. И эти сомнения что делают с мужчиной? Делают его гулящим. У каждого мужчины есть вторая фамилия, которая в паспорте не прописана, итальянская фамилия Кобелина. Такая красивая итальянская фамилия Кобелина. И если женщина не уверена в мужчине, то эта фамилия, она у него на лбу прямо нарисована становится. И кому она заметна? Становится кому? Другим девушкам. Красивая и смелая Дорогу перешла, да, как там, Черешней скороспелую Любовь ее была Один раз в год сады цветут. Надо защищать отношения. Женщина должна уметь защищать отношения с помощью открытия своего сердца и уверенности, что это мой единственный человек. Надо всю эту уверенность развивать, культивировать в своем сердце. Это мой единственный человек. Когда женщина так думает, это сковывает психику мужчины. Потому что у мужчины психика, он не может предавать близких людей. У него нет возможности предать в сердце мужчину. Но он может наказать. Мужчина может наказать. Если женщина верна, она очень искренняя в своем сердце по отношению к мужчине, то мужчина этой искренностью очень сильно примагничивается, и он не может от нее оторваться. По факту мужчина именно этого ищет женщине. Он ищет полной преданности. То есть мужчина смотрит в глаза женщине, чего он хочет. Он хочет, чтобы она смотрела на него вот так. С полной преданностью. Вот когда она так смотрит, значит все. Ему больше ничего не надо в жизни. Скучно? Ну, значит, вы не знаете, как с ним не ту наживку сажаете. Женщина же опытна в отношениях должна быть. Еще одно качество жизни – опытность. Как мужу улыбаться, чтобы не скучно было ему? Она же знает, как ему так. Как некоторые так, надо такой улыбаться, может быть, мужчине с оттенком пренебрежения с таким. И он такой, ему нравится, пожалуйста, вот тебе пренебрежение. Есть разные варианты любви. Женщина должна знать, как с мужчиной строить отношения, чтобы он всегда был примагничен к ней, чтобы у нее не было скучно. Помните в мультфильм, когда всех крыс из дома этот выманил с помощью дудочки? Он так играл на дудочке, и крысы такие шли. Вот так жена должна с мужем сесть. Как заходит домой дзынь, дверь открывается, и все, и он... И пошел туда, куда она идет. Она должна так настроиться, чтобы у нее шансов не было. Не помогает там сзади. Понятной системы нет? Женщина же знает, управляет энергией любви. Это ее сила. Любовь от кого исходит? От женщины? От мужчины что исходит? Ответственность, знание, могущество, способность менять, влиять. А? Благо. Как? Благо. Благо какие-то, плоды, да. Зарплата из него исходит. Мужчина, когда женится, он как бы думает, я вот сейчас себе такая хрупенькая, такая красивая, я сейчас возьму и буду наслаждаться, наслаждаться с ней. У него такие планы, мужчины. Он не знает, что вот эта хрупенькая, маленькая, такая красивая, она очень сильно привязана к своим родителям. И вместе с ней он берет родителей также ее, которые будут мотать ему нервы. он так же не знает, что из нее еще что-то вылазит постоянно. И это тоже становится родственниками. Их может вылезти много. Он думает, что одну только берет. Ничего подобного. Там целый дивизион уже. И всем надо скормить. Это мужчина должен быть сильным. И он женщину берет, запас должен быть сильным. Потому что она же размножается. Понимаете? И к тому же привязана к родственникам сильно. Очень сильно много придется работать, чтобы вот такое удовольствие содержать. Вот. В этом проблема. Но он этого не знает сначала. Он думает, что буду просто наслаждаться, счастлив. И тут-то было. Придется много работать. Итак, следующее качество женщины это опытность, как я уже сказал. То есть опытность означает, что женщина должна быть... Она и есть. Женщина и есть. Прирожденный психолог. Женщина все видит в человеке. Вот все. Она видит все сразу. Человека видит все сразу. Вот допустим, мужчина, когда в квартиру заходит в какую-то, он видит европейский ремонт. Все, он больше ничего не видит. Ну, что-то такое внешнее. Женщина что видит? Носки не туда положили. Там это, то, там это, какие-то детали. Все детали ей известны. Допустим, мужчина на меня смотрит, думает, так, мужчина, 50 лет. Очки. А женщина что видит? Они все видят. Они видят нос какой там, какая прическа, какие очки там, тонкости все. Там поглажена, не поглажена одежда. Все видит. Очень внимательный взгляд у женщины. Все, очень точно все подмечает. Прирожденный психолог женщины. Женщине надо психологии учиться. У нее психология сидит уже внутри, с самого начала. Вот взять, допустим, девочку пять лет, и мальчика. Девочка пять лет все знает уже. Ее спросить, допустим, как у мамы с папой отношения. Мне нравится. Ты какую семью хочешь себе? Я вот такую хочу. Сколько у тебя будет детей, и все расскажет. Она все знает уже, что ей надо в жизни. Пять лет девочка. Разбирается в отношениях. Как бабушка к папе относится, она знает. Все знает. Все ей известно. Пять лет всего. Мальчик пять лет. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Все. Так ведь? Ну еще не ориентируется в пространстве вообще. Девочка уже все знает, что происходит. Мальчик вообще не врубается. Но мужчина немножко начинает врубаться уже. Чуть побольше. Но женщина очень опытна в жизни. Она все подмечает, все знает, все понимает. Мужчина думает еще, надо вот с девушкой познакомиться. Она такая симпатичная, не знаю, как к ней подойти. Что она в это время, о чем думает? Она думает, вот дурак, блин, сколько можно уже смотреть на меня? Пора уже подходить. Она все знает уже, что ты хочешь, что ты беспокоишься. На этот счет. Она уже все поняла. Так или нет? Девушки, все правильно ведь? Все правильно. Итак, опытность. Это то, что женщина должна овладеть. Опытность в отношениях с мужем. Опытность выражается в том, что надо знать слабые стороны мужа. Некоторые мужчины устают от лишних разговоров. Некоторые устают от эмоций лишних. Некоторым тяжело, допустим, какие-то типы отношений строить. Некоторые гневливые. Некоторые, допустим, грубо себя ведут. Но сердце доброе. И так далее. Надо все слабые стороны мужа знать. И если видите, что беседа не туда пошла, раз ее повернуть в другое правильное русло. И все. И тогда не будет проблем. Вот допустим, вы знаете, что муж с работы приходит сразу очень сильно злится. И в этот момент, значит, надо его раз обнять, только открывается дверь, раз, прыгнул ему на шею. Он не успел разозлиться. Это называется опытность. Потом в следующий момент раз взяла его за руку, пойдем, пойдем в ванну. Мужчину надо приучить к нужным вещам. Например, надо мужчину приучить мыться после работы сразу, под душ идти, а потом уже кушать сразу. А потом только что-то другое. Чтобы он сначала успокоился. Мужчина успокаивает душ и еда. Сначала под душ, потом покушать, а потом уже выяснять отношения. Это означает опытность. Женщина опытная так себя ведет. Она делает все так, чтобы в доме все ладилось. Использовать свои способности психологические для того, чтобы решать проблемы в семье. Женщине легче прощать. Да, вы правильно говорите, я бы не сказал. Я имею в виду не то, что ей она быстро может простить. Просто бывают такие ситуации, когда сильный конфликт, сильный раздор, и бывает, что у мужчины возникла такая точка невозврата, то есть он не может уже назад возвращаться в отношениях. Женщина должна тогда с помощью молитвы внутренней жизни простить первой и вернуть его назад. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть женщина может уступить, ей легче. Иногда мужчина идет на принцип, ему трудно уже, все, он не может уже назад в отношения пойти. Женщина может, она у нее мягкий, уступчивый характер и легче. Не надо этого бояться, не надо этого бояться. Женщине тяжелее быстро прощать, она медленно прощает, но она прощает более качественно. Мужчина быстро прощает, но осадок в сердце остается. Женщина, если прощает, она совсем прощает. У нее сердце более такое, способное опять выстраивать нормальные отношения, то есть ей легче возвращаться женщине к отношениям, чем мужчине. Женщина поэтому должна управлять с ситуацией. Женщине, конечно, трудно вот сразу простить, ей нужно несколько дней, но когда она прощает, она может уже вернуть отношения назад сама своими силами. Женщина должна изучать, как делать так, чтобы семья была здоровой. И женщина также это сердце мужа, то есть женщина всегда чувствует, что у мужа не так в жизни. И надо знать теперь способ, как довести до него, что нужно ему в жизни поменять. Вот воспитание мужа это самая слабая часть в жизни многих женщин. Это самое больное место у женщин воспитывать мужа. Проблема заключается в том, что женщина не знает, как работает психика. Надо ее изучить. Психика работает таким образом. Мужчине нельзя говорить ничего эмоционально. У него сразу тупеют мозги, он не может эмоции переносить. Ему надо говорить все мягко и спокойно. И даже если вы скажете мягко и спокойно, внешне кажется, что вообще не дошло. Мне жена где-то прочитала, что в туалете должен быть закрыт унитаз, иначе духи как бы там в туалете находятся. И она начала меня приучать закрывать унитаз. По-моему, два месяца приучал. То есть я вообще на этом не зацикливаюсь, как бы открыт он или закрыт. И она постоянно мне как бы очень мягко говорила одно и то же. Потом в какой-то момент как бы я пошел из туалета и такой голос внутренний говорит женским голосом жены закрой унитаз. И я такой поворачиваюсь закрываю и ухожу. А потом интересно потом дальше было я уже вообще не помню как закрывал. Тебя закрываю уже уже не помню на автомате уже. Ну то есть чтобы по моим подсчетам чтобы мужчине приучить что-то делать или поменять его направление движения психики нужно сказать вот этим мягким голосом примерно 50 раз. Причем где-то на 25 он поймет что это надо делать. Ну до этого он будет как говорить да но вообще не придавать значения. Просто соглашаться. причем сначала даже может быть и не будет соглашаться. Говорит нет. Потом будет говорить да но не делать. Надо продолжать мягким голосом повторять одно и то же. Говорит пожалуйста перестань ложить носки на холодильник. или лучше даже говорить куда сразу куда наложить носки. Куда их надо носить или не заходи в грязной обуви на кухню. Лучше говорить что обувь надо оставлять в коридоре. Понимаете то есть позитивный как бы давать позитивный настрой потому что негативный у него включается петушинный рефлекс сопротивляется сразу. Следующее качество жены это способность вдохновлять мужа. Допустим вы видите что муж ленивый по природе. Надо тогда значит ему говорить что замечать в нем проявление бодрости. Допустим один раз в год он встал рано и надо запомнить это и говорить слушай как здорово помнишь ты встал рано вот это и это на самом деле тебе очень сильно это идет. Ну то есть мужчину надо поливать нектаром. Когда женщина мужчину поливает колкими словами то она разрушает его жизнь потому что женщина это вдохновляющая сила. То есть что женщина говорит мужу таким он и становится. Он сам этого не замечает. если женщина говорит ему что ты бедоносец он станет бедоносцем. Если она ему говорит что ты похотливый он станет похотливым. Если она ему говорит что ты влиятельный человек он станет влиятельным. Если она говорит ты мало денег приносишь будет мало денег приносить. Если она говорит ему что ты у меня развивающийся человек вот сейчас нам денег чуть-чуть не хватает но я знаю что в будущем у нас будет больше Потому что ты развивающийся человек, у тебя развивающаяся психика. И она ему постоянно так говорит. Что дальше будет? Он будет развиваться. Потому что мужчина смотрит на свою жизнь, на свою судьбу глазами своей жены. Понимаете, женщина — это тот объект, ради которого мужчины меняют себя. Вот особенно быстро мужчина меняется, когда он добивается женщин. Когда мужчина добивается, с ним можно делать всё, что угодно. Допустим, он пьёт, курит, развратом занимается, бьётся башкой об стену постоянно, у него такая привычка. Не волнуйтесь. Главное, не позволяйте ему таким с вами вместе соединить жизнь. Вы можете реально его полностью поменять, пока он с вами встречается. Надо ставить ему условия, если он вас действительно любит, он будет меняться. Но вот если вы таким с ним уже начали жить, всё, дальше уже очень тяжело. Мужчина как паровоз, понимаете? То есть его надо разогнать и разгонять его очень трудно. Но когда он его поехал куда-то, его уже не остановишь. Женщина быстро вдохновляется чем-то. Допустим, она слушает лекции, нравится работать над собой, так жить. Но для того, чтобы ей так жить, ей нужно, чтобы рядом кто-то так жил. Нужно, чтобы мужчина рядом был, который так живёт. И тогда она тоже будет постоянно так жить. Но женщина быстро разгорается и потом так же быстро угасает. Ей очень тяжело поддерживать все энтузиазм. И вот на том пике разгорания, как женщина должна себя вести, она должна очень мягким, уступчивым подходом делать так, чтобы муж тоже увлёкся тем же, чем она увлекается. Вот, допустим, женщина должна следить за здоровьем семьи. И у каждого человека свой способ поддержания здоровья. Некоторым людям хорошо бегать, чтобы быть здоровым. Некоторым хорошо йогой заниматься. Некоторым дыхательные упражнения. Некоторым плавать. Некоторым поститься. И надо почувствовать женщине, что мужу надо делать, чтобы быть здоровым. И дальше надо его вдохновлять на это постоянно. И для этого она сама должна с ним делать то же самое. Допустим, первое время, первые полгода женщинам будет мужа пораньше вставать. Как она его будет ласково учить? Давай вставать, давай встанем, зарядочку будем делать. И так будет и будет, пока не разбудила. Ну, допустим, полчаса она его будет каждый день. Полгода. Через полгода, всю жизнь, он ее будет поднимать. Можно расслабиться и отдыхать дальше. Мужчина, если что-то получил, какую-то привычку, он уже ей следует очень долго, может, всю жизнь следует. Поэтому женщина это вдохновляющий фактор. Женщине очень легко привлечься к каким-то знаниям. Мужчине очень трудно. Потому что у мужчины психика, она очень медленно поворачивается. Ему очень трудно поменять свою жизнь, принять какие-то новые взгляды, крайне тяжело. Для этого ему надо очень много работать над собой, много понять. Женщина легко понимает что-то новое. Если она что-то поняла, дальше не надо думать, что я не могу ничего сделать со своим мужем. Если вы хотите, чтобы человек быстро поменялся, кто хочет, чтобы ее муж быстро поменялся? Поднимите руку. Вам надо тогда женщину взять замуж себе. Женщины быстро меняются. Раз и поменялось. Мужчина очень тугой. Психика очень тугая у мужчины. И это же вас и привлекает, женщины. Именно это вы и хотите, чтобы стабильность была в доме. Это у вас постоянно все меняется. А у мужчин не может ничего меняться. Он очень стабильный, очень твердая психика. Неизменная у психики, психика у мужчины. Но внутри он быстро меняется. И если ему создать условия. Быстро означает постепенно. Женщины и меняются внутри, они быстро меняются внешне. Потом все возвращается назад. А у мужчины не так работает психика. Ему медленно надо меняться. Но потом это все уже назад не возвращается. И он за собой тянет уже жену. Понимаете? Тактика такая. Надо много раз говорить одно и то же. Спокойно, без эмоций. Ласково, спокойно, ласково. Много раз одно и то же. Понятно? И мужчина постепенно, ну как бы, меняется, выучивается. Он не то, что не хочет так делать. Просто он так очень сильно зациклен на своем, что ему очень трудно перестроиться. Мужчина очень сильно сфокусирован в одном. Женская психика видит сразу все и всем управляет. Мужская психика видит только одно и настроена только в одну сторону всегда. Понятно, да? Вот женщина как, допустим, живет? У нее там ребенок, здесь кастрюля. Там белье стирается и все одновременно она все это чувствует и видит, как это живет все, действует. Здесь муж, здесь ребенок, там мама болеет. И она следит за всем этим. Так или нет? Она знает, когда у кого день рождения, когда кому позвонить. Все она знает. У мужчины психика куда направлен? Только в одну сторону. Он пробивает одно направление жизни. Ему вот, у него есть одна какая-то цель. И он туда долбает, долбает, долбает и пробивает. Женщина может долбать в одну сторону? Она дернулась туда? Нет. Значит, она другие какие-то обходные пути ищет. А мужчина бьет в одну точку всегда, понимаете? Как дятел. И там дырка прицепет в дереве. И дятел, когда бьет в одну точку, он видит, что там происходит вокруг? Не мне, когда он бьет. Одну и ту же точку, понимаете? Если он посмотрит в сторону, он уже ударит не в эту точку. Понятность системы? Надо постепенно менять движение паровоза. Постепенно рельсы перенаправлять, перенаправлять. И потом он поедет уже в другую сторону через некоторое время. С такой же скоростью. И он скажет. Да на самом деле я всегда сам хотел так жить. А? Видите, мужчина, он потом скажет. Я сам так хотел всегда. Эта жена его перенаправила в другую сторону. А он потом скажет. Да я сам так всегда хотел. Или да я всегда так жил. То есть женщина незаметно управляет ситуацией. Незаметно управляет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...